Добрый день, это программа Парадокс, с вами ведущий Степан Демура. Ну, новости в последнее время на самом деле носит такой цирковой оттенок. Вот снова решили переименовать полицию в милицию, поскольку граждане воспринимают полицейских как полицаев. Ну, наверное, имеют право на это. Просто у меня такой вопрос, а вот сколько денег на это потратили? Кто будет отвечать за эту трату? Ведь Нургалиева больше нет, он сейчас сидит в Совете Безопасности. Может быть, президент Медведев ответит за такие траты? Ну, что-то сильно сомневаюсь. Вообще, конечно, Медведеву искренне по-человечески жалко, потому что все эти достижения, которые были сделаны при нем, они как-то, в общем, списываются на нету. Полицию снова, милицию. Нет, ну почему? Летнее время остается. Ноль отменяет. Ну, летнее время, да. Путин сказал, что летнее время останется. Нет, Верховный суд сказал, что все. А Верховный суд даже сказал? Да, да, да. А, ну что все. Но он же его скоро возглавит, если я не ошибаюсь. Медведев или Путин? Медведев. Так что будет над чем подумать, летнее время точно не отменят. Ну, на самом деле, у нас сегодня серьезная тема передачи, постараемся, скажем так, ее сделать серьезной. Говорить мы будем о шекелях и трупах, то есть о войне. Зачем нужна война? Что это за бизнес? О пиастрах. И у нас в гостях сегодня Федор Вадимович Шелов-Коведяев, историк, политолог, первый замминистра на остальных дел РФ. Добрый день, Федор Вадимович. Спасибо, что пришли. Ну, правда, в прошлом. В прошлом. А сейчас это очень важно, да? Нет, нет, министров бывших не бывает, но все-таки, чтобы не дезориентировать читателей, слушателей, да, и всех прочих, вдруг опять назначили, начнется. Тут не успели снять ни Якунина, ни Якунина назначили у нас. Да, 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 и начнется, да. Ну, как человек, скажем так, работавший в МИДе, наверное, знаете много секретов и тайн, которые относятся к введению войн, возникновению войн. Мы сегодня зарубежные выдали, так что согласились с тем. Я написал, что был допуск секретности. А первая формула, да? Ну, какая-то высшая, конечно, была. А, то есть вы могли, в принципе... Потому что мне расписывали все телеграммы, все донесения из... А Нарбери, посмотрите, архивы, да? Да. Не смотрели? Нет, нет. Они же у нас вроде, да. Там, наверное, было много чего интересного узнать. Ну, хотелось бы начать с такой сопутствующей, что ли, темы. Вот 22 июня была такая грустная годовщина. И тут же один из наших депутатов, естественно, от партии «Единая Россия», госпожа Яровая, да, она внесла какой-то странный законопроект. Какие-то жуткие штрафы и наказания, аж до трех лет лишения свободы за то, что нельзя что-то говорить или подвергать сомнению роль советской армии. Наоборот, штрафы и наказания за подвергание сомнению. Нашей роли в победе над нацизмом, да, и, соответственно, в дальнейших действиях над побежденным. А это вообще к чему? Ну, вы знаете, вообще на самом деле, мне кажется, что в нашей стране, ну, люди скорее только нездоровые подвергают сомнению. Эти очевидные совершенно события. Ну, для нездоровых людей есть другие... Их просто лечить надо, их надо просто лечить, да? Ну, не сажать же к нему на три года. Действительно, есть в последнее время, я бы сказал так, в последние лет 10-12, какая тенденция, временами, как бы, приобретающая более острые формы, иногда волна спадает в этом обсуждении, да? Вот тенденция, как бы, преуменьшать роль советской армии, роль, там, советских полководцев в победе над нацистской Германией. И в победе над нацизмом, вообще вклад Советского Союза в победе над нацизмом, так далее, да? А кто же тогда воевал-то, получается? Вот, то есть, очевидные, как бы, совершенно непреложные факты, такие, как, скажем, поставки по Ленд-Лизу, да? Потому что по Ленд-Лизу поставлялась ведь не только тушенка, без которой, на самом деле, тоже воевать было невозможно. Но ведь огромное количество техники было поставлено американской, да, там, и... В том числе бронетехники, авиационной техники, да, я не говорю... А Крышкин летал на Кубре, например. Да, я уже не говорю, там, об автомобилях, да, и так далее, и так далее. Артиллерийские системы некоторые поставляли. Вот, но это все-таки, этим же надо было уметь воевать, да? То есть, все-таки воевал-то русский солдат, там, советский, как угодно вы его называете, да, там, ну, потому что, действительно, воевали не только, там, выходцы из России, а со всего Советского Союза, да? То есть, воевал-то, воевал советский солдат. Вот, поэтому американцам, определенным, там, ультраконсервативным, ультраправым, или, наоборот, ультралевым, там, левацким, демократическим кругом, да? Гем-шизе. Да. Вот, сейчас, как бы, ну, вот, действительно, наступило некоторое обострение, и они опять подняли этот вопрос о том, что, ну, вот, значит, там, на самом деле, не Советский Союз победил, а Америка, потому что, если бы не было американских поставок, то, ха-ха, чем бы, значит, вот эти лапотники отбивались бы вот от мощной военной немецкой машины? А когда немцы громили союзничков в Орденах, кто им оттуда вытаскивал в Советском Союзе году? Ну, да, да, и это, и потом, мы же помним, да, что было... Причем там было все 12 распубликованных немецких дивизий. Да, было же и другое трагическое событие, да, ведь, как мы помним, было две высадки в Нормандии, да, первая же была просто, ну, я не знаю, разорвана на куски, да, первая... Ну, почему-то немцы разрешили им уйти. Первый десант был разорван просто на куски. Ну, у них, опять же, были там более важные, как они понимали тогда, задачи, да, и, в общем, на это смотрели так, в общем, да. Вот, поэтому, если этот закон применять, да, то применять надо к тем, кто занимается такого рода, в общем, странными экзорсисами за рубежом все-таки, да, то есть это, повторяю, это нельзя говорить, что это делают американцы, да, потому что, я повторяю, есть ультраконсервативные, ультраправые круги и ультралевые круги в Соединенных Штатах, которые, на самом деле, маргиналы, как везде, вот, но которые громко заявляют, в конце концов, есть свобода слова, свобода прессы, свобода информации, поэтому, там, поднимается волна такая, да, есть определенные настроения сейчас и в Европе, связанные с этим, ну, потому что, действительно, там, риторика Путина многих раздражает, да, такая, в общем, решительная, иногда, иногда, арругантная, как, как говорится, да. Ведь за риторикой больше ничего не следует, ну, поговорил и все. Нет, ну, да, ну, вот, сейчас мы помним, да, его совместную, скажем, пресс-конференцию, брифинг с Кэмероном, да, где он, в общем, довольно резкой форме указал британским журналистам, значит, на их место. Ну, да, ну, вот мы будем обсуждать, там, поставки оружия, да, да, и что, кому вы собираетесь, да, он сказал, кому вы собираетесь поставлять оружие, тем каннибалам, которые под телекамерой, значит, вырезают внутренние органы и едят их вот так вот просто, да, вот, еще дышат, дымящихся от крови, да. Ну, да, что вот, мол, что ж вы нам, как бы, да, вот, предъявляете упреки, что мы, там, поддерживаем Сирию, выполняем поставки по контрактам, которые находятся в рамках международных договоренностей, не завершают международные права, а сами, вот, типа. Ну, это никому не нравится, когда, когда говорят, а сами-то посмотрите на себя, это никому не нравится. Самое интересное, что корабль, который шел с оружием повстанцам, затонул. Ну, да, да. Бывает же такое. Нет, ну, нет, более, в данном случае неприятная вещь случилась на прошлой неделе, да, 14-го числа Эрдуган, уже практически, да, на позапрошлой неделе, да, позапрошлую пятницу, или субботу, 15-го числа, да, Эрдуган в разговоре с Обамой заявил ему, что поставки оружия через южную границу Турции будут прекращены, что Турция как бы закрывает этот коридор. По Эрдугану понять можно, у него свои проблемы начались, да, и в общем, поскольку мы знаем, что вокруг... Федор, Федор, а проблемы у него начались, ведь, насколько я понимаю, сначала он активно стал лечь в Турцию, достаточно активно, турки полезли и стали снабжать, и у них там базы были. Ну да. А потом они как-то отошли от этого, и вдруг у Эрдугана буквально через месяц-два начались проблемы. Нет, 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 я не думаю, что тут можно, я не знаю, подозревать какую-то там, не знаю, подоплеку, да, скорее, можно говорить вот о чем, да, если вы поддерживаете экстремистов, в частности, религиозных экстремистов у своего соседа, рано или поздно... Рано или поздно неприятности начнутся у вас. Почему? Все-таки Турция, да, благодаря там наследию Ататюрка, не будем сейчас, как бы, сыплется на раны армянам, потому что был, как бы, фактически армянским геноцидом заплатили за современную светскую Турцию, да, вот, но тем не менее, благодаря наследию, вот, позитивному наследию Ататюрка, там светское государство. Прервать, мы должны уйти на новостной перерыв. Мы снова в эфире, это программа «Парадокс», с вами ведущий Степан Демур, у нас в гостях сегодня Федор Вадимович Шелов-Коведяев, историк, политолог и бывший первый замминистра на странах дел РФ. Почти, бывший. Да. Ну, говорим мы сегодня, как я уже сказал, о шекелях и трупах, то есть о войне, ну, и начали мы замечательную законопроект, которую внесла депутат Яровая. Из того, что вы сказали, я понял, что это такой хитрый ответ на акт Магнитского. Судить будут только американцев и заочно. Ну, и европейцев. Я закончу по поводу Турции, да, почему там. Все-таки Турция – светское общество, да. Да, так вот, естественно, такие религиозные, экстремистские настроения стали там подниматься, а более того, ведь у власти находится исламская партия, да, и светское общество возмутилось. Я хочу обратить ваше внимание, что одним из поводов протеста был новый антилкогольный закон, который ограничил употребление напитков и их продажу. В этом смысле… Слушай, а у нас-то столько было поводов возмутиться. Нет-нет, а это уникальным образом напоминает то, что, вы помните, там, как Марс восхвалял немецких рабочих за их, значит, вот социальную борьбу. Я должен сказать, что в середине 19 века германские рабочие возмутились тому, что им было запрещено пить на работе. То есть, такая вот алкогольная тема и протеста, она… А в середине 90-х, я был на экскурсии, кстати, на заводе Porsche, и там ставили автомат из пил. Ну, да, да. Нет, ну, там они пили крепко, они пили корн, доппелькорн, да, то есть то, что примерно водка, шнапс. Вот, но не в этом дело, да. То есть, мне не очень понятна, как бы, цель этого закона, да, то есть, повторяю, у нас люди не вполне адекватные сомневаются в этом, значит, их надо лечить, да, а не штрафовать, там, не сажать и так далее, да. А как применять этот закон по отношению, там, не знаю, к американцам или, там, не знаю, опять же, к европейским ультра, ну, не вполне понятно, потому что понятно, как американцы принимают законы, которые потом действуют по всему миру, да, есть некий узус, то есть, некий обычай, да, международный, что, скажем, в экономической сфере решения американского суда являются фактически фактором непреодолимой силы. Вот сейчас мы посмотрим, как американцы, скажем, отреагируют на то, что им фактически дали оплюху швейцарцы, да, которые отказались принять закон по раскрытию банковской тайны, над которым наставил Вашингтон, ну, Белый дом, Капитолий и там, и так далее. В том объеме, в котором мы не требовали. Да, да. Вот посмотрим, да, потому что, на самом деле, это первый фронт такого рода, который случился с американцами, по-моему, за последние лет 50. В финансовой сфере? Да, в экономической сфере, да. Почему это, да, потому что доллар, это мировая валюта, да, то есть, это как бы мировой эквивалент. С помощью которого не ведут финансовые войны. Вот. Именно поэтому, скажем, решения американских судов по экономическим вопросам, ну, фактически являются квазиокончательными. Бывают некоторые, там, возможности перерешать, потом, там, через какой-то международный арбитреж и так далее, но это буквально, там, не знаю, ну, если не единичные, то очень немногие случаи, да. Вот. Где инструмент, которым мы будем пользоваться для того, чтобы, скажем, наказывать иностранцев за то, что они там... Как залочно. Потрясти тряпкой. Ну, так получается. Да, но это, в данном случае, это просто было бы, ну, я бы сказал так, снижением пафоса, да, потому что, если мы считаемся великой страной, и мы не можем настоять на исполнении нашего решения, то лучше его не принимать. Да, потому что, иначе вы будете выглядеть смешно, а, как известно, смех это самое страшное оружие. Ну, что-то, по-моему, наша Госдума не очень сильно понимает последнего созыва, нет? Ну, как вам сказать? Да ладно, бог с ним. Давайте поговорим о теме. Они принимают, на самом деле, в том числе, очень-очень полезные законы, но тут вопрос в том, что именно рассматривать, да. Так вот, хотелось, на самом деле, затронуть тему роли вообще войны в современном капиталистическом мире и в обществе. Есть такой известный доклад из «Железной горы», как он называется. Там рассматривается возможность установления всеобщего всемирного мира, тавтологии, да, и последствия для правящих элит, последствия для экономики и тому подобное. И, в общем, тогда они пришли, это, по-моему, в 63-м году они начали работать, в 65-м закончили, в 67-м его слили прессе, этот доклад. И там очень интересно, в общем, выводы, выводы следующие, что если нет войны, ее нужно чем-то заменить, поскольку война есть существенный фактор стабильности в обществе, потому что всегда есть внешний враг, всегда можно потратить кучу денег и, в общем, как-то смобилизировать общество, ну и сделать капиталистов достаточно счастливыми. Потому что война прекрасный бизнес, на нем зарабатывают огромные деньги. А сколько людей погибает уже дело второе для многих. И вот там были предложения, например, по защите окружающей среды, что мы видим. Была, если помните, раскручивалась тема глобального потепления. Даже Goldman Sachs открыл торги фьючерсами на карбоновые выбросы. На самом деле, они шли очень удачно, но потом, когда собралась конференция всемирная, по-моему, год или два назад, и получился небольшой пшик. Объем рынка слопнулся. Нет, но тем не менее, эта проблема продолжает обсуждаться. Да, но только она превратилась теперь в глобальное похолодание почему-то. Но тем не менее, то есть война, судя по всему, имеет очень важную роль и в поддержании стабильности существующих режимов, и в решении некоторых экономических проблем. Вот вы согласны с такой темой, вернее, с такой постановкой вопроса или нет? Ну, во-первых, я хотел бы напомнить нашим служителям, что первым автором идеи всеобщего мира выступил в то время еще цесаревич Николай. Да, это правда. В 1896 году. В Генуе, по-моему. Да, в 1896 году и граф Муравьев, который тогда был министром иностранных дел, этот проект доложил на европейской конференции. Вот, вы знаете, вот через несколько недель мне будет 57 лет. Я должен сказать, что чем дольше я живу, тем больше я все-таки убеждаюсь в том, что да, как это не печально, но война является очень важным регулятором. Причем даже вот... Федор, регулятором чего? Вот, вот даже если вынести за рамки нашего сегодняшнего обсуждения... Давайте абстрагируемся от морали, от всего. Нет, нет, вот эти вот экономические вопросы, о которых вы сказали, очень важные. Мы, может быть, потом о них еще поговорим. Но смотрите, дело в том, что мы просто видим, как на наших глазах общество, наслаждающееся длительным миром, начинает сходить с ума потихонечку. Я имею в виду гипертрофирование проблем прав человека, когда право выбора выходит за свои естественные рамки, потому что право выбора возникло как право политического выбора и ничего больше. Вот, мы видим, что происходит с этими самыми законами, так называемый брак для всех, да, с усыновлением детей. Инцест, сейчас инцест рассматривают серьезным. Да, значит, там партия педофилов, инцест, зоофилия, там и так далее, так далее. То есть просто, да, от того, что вот эта вот агрессия, да, агрессия не находит своего естественного выхода, она обращается на сам объект, то есть на сам субъект этой агрессии, да, то есть он начинает уничтожать сам себя. Но я уже не говорю о том, как, вы понимаете, ведь естественно, да, люди перестают оценить естественные человеческие отношения, да, если, опять же, нет никакой угрозы, да. Ну, условно говоря, зачем женщина жить с мужем, да, если вроде как вот он, как некий стабилизатор, некий вот защитник, некий тот, который перенесет всегда кусок хлеба, вроде как и не нужен, потому что, ну, вот такое широкое поле возможностей, что и вроде как ничто не угрожает, да, ну, и зачем это надо, да. Мужчине зачем жить с женой, да, там, заводить детей, когда и так все замечательно, можно просто заниматься там удовлетворением своих потребностей, там, абсолютно безбрежно, да, и опять этому ничто не грозит, да, то есть ты ничем не рискуешь, ты не рискуешь просто вот потерять сегодня то, что у тебя есть. Ну, а как война на это влияет? Помните, как нам в свое время, да, и нас это шокировало, да, нам в 60-е годы, да, люди, уже даже там не родители, да, а там деды-бабки говорили, да, войны на вас нету, да, когда мы там, ну, вот, по их пониманию жировали, да. Вот, ну, вот это вот сжирование, оно на самом деле происходит сейчас на наших глазах, да, когда фактически важнейшие социальные институты, я повторяю, такие как семья, как брак, как детство, как взаимоуважение старших и младших, фактически деградируют. Ну, может быть, им помогают деградировать? Есть программа по уничтожению основных институтов? Ну, вот, вы понимаете, я не верю в эти вещи, понимаете, если такая программа есть, то я, как человек верующий, могу только сказать, что тогда она есть у Всевышнего, да, вот. Смотря кто Всевышний. Нет, опять же, нет, ну, как, он известно кто, да, как в Ветхом Завете, да, народ развратился и наказан, да, вот на него насылаются там, если на египтян, то как казнь египтянская, то если это израильцами, то, значит, на них другие там насылаются всякие беды и напасти. Вот, то есть, я повторяю, если есть какой-то план, то он может быть только там, потому что человеческое общество слишком сложно для того, чтобы им управлять из какого-то центра. Вот это вот, об этом, вот, о мировом правительстве, обо всех прочих всяких этих вот разговорах, там, жидомасоны, бельдельбергских клуб, там, еще чего-нибудь, вот это все надо забыть, потому что слишком много игроков, и у каждого игрока слишком много интересов для того, чтобы это можно было, этим можно было как-то управлять. Ну, почем, можно управлять через преференции, через стимулы? Это слишком, это слишком сложная. Толпа, на самом деле, такая сложная штука. Нет, 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 вы поймите, все равно это слишком сложная, вот, сама по себе ситуация, то есть, в каждый момент, даже в толпе возникает слишком много турбуленций для того, чтобы все это можно было поймать, и вот, понимаете, поэтому там разговоры о том, что «Арабская весна», она кем-то была срежиссирована, и так далее. Да ну, ребята, ну, все намного проще. Сидели режимы по 30 с лишним лет, да, и в какой-то момент оказалось, что корпоративное соглашение, которое они заключили со всеми кланами, которые когда-то поддержали, просто нарушено до последней запятой. И все, и кланы восстали, и своих вывели на улицу. Ну, ходим на у нас на перерыв. Мы снова в эфире, программа «Парадокс», у нас в гостях Федор Вадимович Шелов-Коведяев, историк, политолог, бывший первый замминистра на основных дел Российской Федерации, и говорим мы сегодня о войне, какие функции война выполняет в современном обществе. Так, вот, не хотелось прорывать. Хорошо, мы описали, что вы считаете, что во время длительного мира общество просто деградирует. Бесится от жира, грубо говоря. И это вот потребление безграничное, да? Ну, потреблятство, так называемое. Да, вот, причем ведь, вы смотрите, да, что же вбивается в голову нашей несчастной молодежи? А кем вбивается? Не клевещина нашей молодежи, она надежна нашей и оплот. Да, в данном случае всякими гламурными изданиями, да? А, ну их же кто-то... Да, то есть, вот это самое... То есть, вы не думаете, что это часть какой-то программы по... Нет, но дело в том, что это же гламур, он же существует где угодно, да? То есть, ведь огромное количество людей, ну, как бы, я не могу сказать, что большинство, да? Но считает, что вот это вот самое, да, там, Бугатти, да, там, личный лайнер... Бугатти Мирон, да, 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 авиационный, там, яхта, там, я не знаю, 150 метров. Вот это и есть цель каждого человека. Но это же безумие, это же на самом деле бред, потому что там, ну... Я могу понять, там, я не знаю, Рома Абрамовича, которого, значит, сначала страдал в детском доме, а потом, когда его оттуда забрал дядя, он его лупцевал, что вообще для еврейской семьи, ну, просто совершенно, как бы, запредельно, да? Ну, наверное, плохо учился. Вот, нет-нет, и вот он, значит, какие-то эти свои, там, вот эти вот, прошу прощения, детские комплексы, да, вот он за счет этих самых мегаяхт, там, с космической, чуть ли не разведкой, там, и... С осуществлым ПВО, да? Да, противоракетной обороны, вот он и себе их строит, да? Ну, вот я просто себе задаю, а я, вот даже мне ее кто-нибудь подарил, что мне с ней делать? Вот просто, что мне с ней делать, да? Ну, прикольно, раз, пройтись, два, а потом... Вот, ну, да, то есть у кого-то это есть потребность, да, я понимаю, что, там, банкиру надо ехать, если он, там, богатый банкир, да, если он, ну, большой банк, ну, наверное, надо ездить на Майбахе, да? Ну, вот мы с женой ездим на Хонде как-то, нам этого вполне достаточно, понимаете? Вот, ну и так далее, да, вот, к сожалению, я повторяю, общество действительно начинает, начинает беситься жира и просто потихонечку сходить с ума. То есть вот ориентиры, там, вот, истинные, да, все-таки, что называется, те, которые закреплены в вечных ценностях, да, вот такие, как семья, как брак, как, там, не знаю, отношения родителей с детьми в обе стороны, да, они начинают разморозить. Вот, как бы, война, как ни парадоксально, она санирует это, санирует не тем, что она кого-то выбраковывает, потому что во время войны гибнут, в том числе, огромное количество вполне достойных людей, да, и, как бы, продуктивных во всех смыслах, да. А мозги санируют, да, то есть вот, как бы, вот это вот поправляет, вот это, корректирует, как это говорится, да, визир, да. Нет, ну, тогда получается, что войну можно заменить, ну, какими-нибудь лишениями, там, голодом, эпидемией. Ну, то есть это надо специально, да, тогда, там, чума на оба вашей дома, да, там, распылить, нет, ну, это я говорю, но это уже тогда вы наберетесь, опять же, наберете на себя функцию, ну, как бы, высшего разума, да, там, будем говорить так. Ну, есть же некоторые люди, которые считают... Божества, божества, да, есть же эти... Ну, а кто будет принимать решение, на кого насылать, да? А, ну, послушайте, а мы как раз и приходим сейчас к вопросу... Да, что у нас, что у нас, там, многие захотели бы, там, не знаю, посыпать Америку, вот, хотя далеко не все, на самом деле, да, и даже не большинство, я думаю, да. Кто-нибудь, там, опять же, захотел бы, там, посыпать нас, там, исламские экстремисты, посыпать всех, значит, там, неверных, да, и так далее. Да, ну, это война всех против всех. И она приведет к чему-то хорошему, нет? Нет, если вы начнете, значит, распылять эпидемию, да, то, я думаю, что она приведет просто к вымиранию, к вымиранию всех. Ну, и, наверное, там... Ну, как раз останется те самые 500 миллионов, о которых говорят масоны, да? Ну, я не знаю, о чем говорят масоны. Ну, под Филадельфией стоит такая книжечка. Да, ну, это все ерунда. Да, да? Это все ерунда. Просто какие-то шизоиды поставили. Да нет, ну, это, знаете, там... Обсуждать это серьезно, знаете, просто не стоит. Ну, пока еще это разрешено законом. Нет, 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 я говорю, серьезно обсуждать, да, так, посмеяться можно над этим. У нас такая веселая передача, хотя тема серьезная. Да. Ну, хорошо, давайте возьмем телефонный звонок. Добрый день, Андрей. Добрый день. Ну, тут вот по ходу дела пришла мысль о том, что господин Сава Коведяев, он, в общем-то, историк, насколько я понимаю, в большей степени политолог, в меньшей степени. А вот ситуация-то, как вы сами понимаете, может поменяться достаточно резко в связи с появлением возможности энерговооруженности каждого человека по отдельности. Эффекты Россий меня, например, как-то успокаивают. И когда появится такая возможность энерговооруженности каждого человека в отвергности, на мой взгляд, в ближайшее будущее это не война, а умирание цивилизаций городов. В связи с тем, что энергетическая возможность позволит человеку жить где угодно. То есть там нет никакой привязки к состоянию внешнего климата. Это не обязательно. Африка, бананы можно выращивать и около Северного полюса. Так что война, это не обязательно, по-моему. Думаю, пока что рассмотрели только социальный аспект мира. Нет, ну а мы же не говорили о других. То есть вот умирание городов, ну, посмотрим. Посмотрим, пока все идет в противоположную сторону, но в принципе сама такая тенденция не невероятна. Потому что как раз когда что-то доходит до своего предела, до абсурда, да, потом как раз волна идет в другую сторону. Кстати, вот в докладе «Железная горя» как раз они очень сконцентрировались как раз на том, что вы говорили. И они пришли, кстати, к выводу, что, вы знаете, ответом на это может быть в условиях мира рабовладельческий строй. Когда есть рабы, которые следовавшим четким правилам и есть, вассалы. Есть, я дал, большой. Сюзерены, да, наоборот, да. Ну, как вам сказать, да? С другой стороны, смотрите, вот мир. Состояние мира, оно ведь заставляет людей не только беситься от жира, но заставляет их задуматься над тем, а, собственно говоря, что для нас хорошего делает власть. Может быть, она для нас ничего хорошего не делает, и люди начинают задуматься над этим, и то же, что не добавляет стабильности существующей мировому порядку. Нет, ну, миропорядок-то сейчас просто находится в хаосе, да, потому что мы видим, что там, скажем, та же самая американская элита, не только элита, вообще Соединенные Штаты Америки в целом, они не могут фактически настоять на каких-то своих приоритетах, да. Потому что, вот, скажем, вот мы говорим о войне, да, вот идет война в Сирии, да, а все говорят о том, что на стороне Башара Лясада, это я вот отвечаю нашему радиослушателю, который, значит, вот, счел меня больше историком, чем политическим аналитиком. Я действительно не политолог, я политический аналитик, это разные вещи. Так вот, значит, все говорят о том, что на стороне Башара Лясада выступает Россия и Иран, и практически никто не говорит о том, кто больше всего поддерживает режим Дамаска, а это иракский премьер Нури Аль-Малеки, у которого свои проблемы с курдами существуют. Он понимает, что если вдруг Сирия начнет распадаться и, в частности, сирийский Курдистан выделится, то уже де-факто свободный и независимый ираксский Курдистан станет де-юре таковым, да. Поэтому большинство энергоносителей, оружия и финансов поставляются из Ирака. То есть, вы поймите... В Ираке рулит Иран, на самом деле. Нет, нет, нет. Американцы добились того, что там был Иран. Смотрите, а клиент, да, на деньги патрона делают клиенту то, что ему категорически не нравится, да. Вот, то есть, как бы, понятно, да, Соединенные Штаты хотят скинуть Башара Лясада патрон, который вообще ничего не может без них, да, на его же собственные деньги, которые ему дают за нефть, которую Ирак экспортирует, да, финансирует этот самый вот режим, как бы к нему не относиться, повторяю, да. Второй пример. Скандал на прошлой неделе с Корзаем. С талибами и корзаемами. С талибами, да. То есть, фактически, да, американцы... Сегодня дворец чуть не захватили. Американцы, да, вынуждены были извиняться за то, что они посмели подумать, вести там разговоры с талибаном, да. Ну, вот просто задумайтесь над этим, да, там, 10 лет назад такое было возможно? Нет. Ну, об этом Жизинский хорошо написал, вырождение элиты американской, в последней книжке. А Турции, мы уже с вами сказали, да, что еще там на позы в прошлой неделе Эрдуган отказался поставлять оружие, через территорию, значит, Турции поставлять оружие все. То есть, вот, это совсем другая ситуация просто, да, если говорить об энергетике, я, честно говоря, не вижу альтернативы здесь, да. Нет, действительно, в принципе, города могут... Давайте к войне вернемся. Нет, начать погибать, это да, да. Потому что, там, скажем, мой самый старший сын, да, одно время работал в компании, которая занималась разработкой современных средств извлечения энергии. И он мне говорил еще года 2-3 тому назад, да, что лет через 15, в принципе, там, как бы, вполне станет доступна энергопотребляющая пленка, которая может будет обклеивать автомобили, там, не знаю, окна и так далее, да. То есть, вы будете получать энергию от солнца, дешевую энергию. Так она уже доступна, она продается. Да, но пока она дорогая, да. Носитель. Да, а это будет, как бы, все очень-очень дешево, да. Но я просто не вижу здесь альтернативы, потому что, да, мы можем разобрестись по лесам, но это не значит, что мы перестанем конфликтовать. Понимаете? То есть, вы считаете, получается, что... То есть, радиослушатель считает, действительно, он является, видимо, ну, вот так, его сознание обработали до такой степени, что он считает, что вот из-за энергетики все происходит. Многое происходит из-за энергетики, но, увы, далеко не все. Если мы рассмотрим экономическую составляющую, я так и не понял, стоит нам воевать, а, самое главное, с кем воевать, вот вопрос. У нас есть телефон звонок. Максим, добрый день. Алло, добрый день. Потише только, пожалуйста, мы хорошо слышим. Да, да. Хорошо. Вопрос, собственно говоря, вот по теме. Насколько ваша вот эта теория коррелируется с теорией Хазина и Гавриленкова по поводу разделения мира на технологические зоны. А, теория конца света, да. Объединение в данный момент, что наш весь мир является единой глобальной технологической зоной с разделением труда внутри этой зоны. И, соответственно, какие-либо войны, они не несут той нагрузки, которая была, скажем так, 100-200 лет назад, когда там Первая мировая война, Вторая мировая война. Ну, мы сейчас как раз вот к этому и переходим, к этому переходим, к экономическому аспекту войны. Вот, к сожалению, такая же наивность, она существовала накануне, скажем, Первой мировой войны. Да. И накануне Второй мировой войны тоже, к сожалению, да. Ведь, на самом деле, если мы вспомним настроение там европейских элит в 14-м году, ну, хотели чуть-чуть друг друга похлестать по щекам, чтобы там, как бы, окоротить самых наглых, в зависимости от того, кто на кого как смотрел, да. Известно, чем закончилось, и Притом, и Зарином, да. Вот, значит, чем закончилось Второй мировой войны, тоже понятно, колоссальные там потери, разрухи, там, разрушенная Европа и так далее, и так далее. Десятки миллионов погибших и сотни миллионов пострадавших в результате, да. И сейчас вот, с моей точки зрения, существует тоже такое благостное настроение в связи, уже не первый раз говорю о Сирии, да, потому что тоже, ну, где-то это далеко, да. Ну, ничего там, или свалим Асада, или заставим его быть более лояльным, да, и ничего страшного, да. Но дело в том, что есть логика развития событий, и в какой-то момент они просто перестают контролироваться в том ключе, в котором вы считаете их возможным контролировать, да. И именно поэтому я считаю, что, скажем, очень взвешенная и разумная политика России сейчас в отношении Сирии, да, потому что вы, вы можете там, я не знаю, вооружить оппозицию. Мы, соответственно, будем, будем вооружать Асада. Мы, конечно же, если вы начнете массированные поставки вооружения повстанцам, то мы, конечно, поставим МС-300. В этой ситуации... Их же якобы уже поставили. Нет, ну, первая... А израильтяне якобы их разбомбили. Нет, нет, первая поставка была несколько лет назад, да, то есть вот то, о чем говорилось вот сейчас, пока еще, значит, еще не состояло. Мы поставим МС-300. Вы на Асада? Израильтянам не останется ничего другого, как нанести удар. Они уже нанесли. Нет. Уходим на новостопережье. Нет, 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 это все еще... Мы снова в эфире, это программа «Парадокс». В гостях у нас Федор Вадимович Шалов-Коведяев, историк, политолог, бывший первый замминистра основных дел Российской Федерации. Обсуждаем мы сегодня войну, что это такое, и зачем она нужна, а может быть и не нужна, и возможно ли жить без войны. Но вот пока что мы остановились на том, что длительный мир развращает общество. Ну, хорошо, это одна тема, которую можно долго обсуждать. Второй вопрос, это экономический вопрос. Считается, очень часто, скажем так, приходится слышать, что Вторая мировая война, значит, вывела США из длительной рецессии. Ну, такое расхожее мнение. Почему? Ну, потому что, когда есть война, правительство может тратить много денег, брать в долг. Все подчинены одной цели победе над врагом, и никто особо не задумывается о последствиях таких действий правительства. Сейчас, например, ну, тоже идет война, так называемая война с терроризмом. Да? Когда, грубо говоря, весь мир воюет с отделом ЦРУ, называется Аль-Каида. В Америке под этим соусом создали такую замечательную организацию, как ФИМА, я ее называю, американская НКВД. Бюджеты огромные, там, за 100 миллиардов долларов в год. Практически создана целая индустрия новая. То есть, практически полномасштабные военные действия американцы попытались, с экономической точки зрения, заместить вот этой вот псевдовойной с псевдотеррористами. Но пока что у них получается. Ну, насчет псевдотеррористов это сильно сказано, потому что террористы реально существуют. Они нет, они существуют, просто смотрите, есть один пример. Нет, но другое дело, да, что там Аль-Каида, понятно, кем создавалась. Да, и для чего? Вот. То же самое, как Хазбалла создавал Советский Союз, а Хамас создавал Израиль, и теперь вот кушает по полной весь этот Хамас, понимаете? То есть, хотел при помощи Хамаса у контрапуфить Фатх и Ясера Арафата, да, в результате вынужден был милиться с Ясером Арафатом, а Хамас, как был, так вот он и есть, да, так вот выросли из террористов, которые вышли из-под контроля. Вообще, на самом деле, это очень опасная штука, да, вот формировать какую-то герилью, да, неважно какую, неважно где, потому что логика, повторяю, события такова, что она либо увядает, либо выходит из-под контроля. Там других вариантов, к сожалению, не бывает. Ну, да, вспомнить хотя бы царскую охрану. Нет, экономический аспект действительно присутствует. Я должен сказать, что, конечно, война является очень сильным стимулом, скажем, для развития технологий, причем со времен, там, или, знаете, доисторических, да, потому что любая крупная война всегда вызывала, там, или, знаете, какой-то всплеск, там, или, знаете, если не индустрии, то ремесленного производства, а потом это превратилось в индустрию. Для справедливости хочу сказать, что там кризис в Америке все-таки начал затухать благодаря поставкам в Советский Союз еще в период индустриализации. Вот. И, кстати, между прочим, огромное количество американцев работало на стройках социализма у нас здесь, вот, просто имело свое рабочее место. Как, впрочем, и немцев. Но, я не знаю, скоро тоже нельзя будет об этом говорить. Вот. Так что, конечно, безусловно, там, Вторая мировая война очень помогла Америке выдвинуться на первое место, но здесь, опять же, надо учитывать уникальное положение, ведь Америка, хотя и участвовала в войне, но находилась в стороне от театра военных действий, да, то есть она была... У нее были все шансы, да, и она использовала все эти шансы для того, чтобы подняться. Плюс план Маршала развития для Европы, да, который тоже, понятное дело, да, деньги были выделены и освоены, опять же, в самой Америке, да, то есть поставки делались для Европы, Европы, и Европа действительно поднялась из пепла, но благодаря тому, что заработала американская промышленность... Отобрали рынки, отобрали рынки сбыта у Японии тоже, поэтому... Да, 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 да. Вот. А сейчас это возможно? Вопрос такой, большая войнушка. Вот, понимаешь... Я к этому начал подходить перед перерывом, да, потому что, когда я сказал, что если мы начнем поставлять ракеты комплекса С-300, вот уже, как бы, по этой части контракта, которая пока еще не выполнена, да, то Израилю, поскольку у него стоят на вооружении патриоты, которые хуже наших эстриистов, да, не останется ничего другого, как нанести удар до того, как эта поставка будет завершена, то есть до того, как они поступят в Сирию. А в этом случае Иран уже сказал, что вооруженные силы Ирана выступят на стороне сирийского правительства. Ну, там же Хазбалавали бою, да? Нет, ну Хазбалава это Ливан. Хазбалава это Ливан. Ну, это Иран. Нет, 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 это проиранская группировка, но Ливанская, да. Поэтому там просто меньше возможностей, да. И то, что сейчас в Иране новый президент, да, в общем, на самом деле, во внешней политике практически ничего не меняет. Значит, вот все, приехали. Потому что если с одной стороны Израиль вмешивается напрямую, с другой стороны Иран, все, как мировой конфликт сыгран. Но он же локальный будет или большой? Знаете, никто тоже не думал, что выстрел принципа вызовет вот, да, падение двух империй на минуточку, да. А на самом деле трех, потому что Французская империя стала организировать тоже, да, только британская как-то более-менее вышла. Опять же, потому что были на Ачибе, все-таки на острове сидели, да. А так Австро-Венгерская и Российская империи и фактически подкошенная Французская. Так что... Не, ну тогда были, скажем так, тогда были масштабные войны. А вот сейчас масштабная война, возможно? Ну, я же говорю, если в нее втянутся вот как бы фактически мировые силы, да, потому что, повторяю, да, если Израиль и Иран сталкиваются, значит, за Израиль начинают играть Соединенные Штаты Америки, НАТО и так далее. Ну, а почему сирийский конфликт не может остаться, скажем, ну, типа в Вьетнамской войне? Когда американцы воевали с нами, с китайцами, прокси-война. Может, может, но тогда должна быть мирная конференция, тогда должны быть отведены требования оппозиции, чтобы Башар Алясад ушел сразу и непонятно, кто пришел бы на его место, да, то есть должен быть очень-очень сложный процесс. У меня просто вопрос был несколько более такой широкий. Нет, главное, главное во всем этом, это то, что, к сожалению, да, весь, весь двадцатый век мир шел к тому, что главным принципом поведения является экономика. Вот, опять же, дошли до гипертрофирования этого момента, да, нет, на свете есть более важные вещи, чем экономика, чем деньги, там, и так далее. Ну, это вы объясняете людям, которые правят миром, для них это непонятно. Вот, вот, да, но это уже сейчас доведено до абсурда, да, и действительно идут экономические войны, там, они могут быть энергетическими, они могут быть, там, не знаю, экологическими, там, за воду, за то, за пятое-десятое. Нет, вот, на самом деле, важно понять, да, что если мы хотим действительно как-то вот вырваться из этой вот дурной бесконечности, да, из этого порочного круга, когда война является главным регулятором, да, и как-то по-иному вот эту агрессию присущую человеку, да, вот, демпфировать, как это принято говорить, да, то есть как-то отводить ее в сторону, то нам, в принципе, нужно... Агрессия присуща человеку? Ну, конечно, конечно, человек-хищник, человек-хищник, ну как, хоть и всеядный, но все-таки, да, вегетарианство присуще абсолютному меньшинству, да, вот, поэтому и постятся, как бы, с большим неудовольствием даже люди искренне верующие, да, вот, поэтому, вот, нужно, в принципе, переосмыслить свое поведение человечеству в целом, да, и, прежде всего, лидером человечества. Своё место в мире, целеполагание и так далее, и так далее. Вы считаете, возможно? Потому что пока мы ведем себя, ну... Ну, это же естественный процесс. Я прошу прощения, да, за то, что я постоянно ссылаюсь на историю, да, но мы ведем себя абсолютно так же, как вели себя, там, я не знаю, керманьонцы 10 тысяч лет тому назад, когда с дубинами вываливались, там, я не знаю, из пещер и, значит, шли, там, я не знаю, за девушками, там, не знаю, соседнего племени или, 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 там, за чем-нибудь еще. Вот, понимаете, то есть поведение, на самом деле, не изменилось. Вот я же недаром сказал, вот, с какими удивительными совершенно событиями сталкиваются Соединенные Штаты, да, ну, не может быть такого лидерства, как там было, возможно, еще 100 лет назад, ну, не может быть. Потому что у вас есть Афганистан, из которого вы не можете вылезти, да, у вас есть Ливия, из которого непонятно, как выходить, у вас есть Ирак, из которого тоже непонятно, да, потому что все работают модели, которые работали 100 лет назад, все кончилось, да, потому что, в том числе, благодаря вот этим технологическим достижениям, о которых говорил еще первый звонивший нам, да, когда фактически, да, там, я не знаю, реактивную ракету может сделать безграмотный, там, я не знаю, палестинский ребенок на коленке, понимаете? Да, понимаете, да, она пока еще не так далеко летит, но уже те, которые долетают до Иерусалима, уже есть, да, то есть это все, все дело, как бы, времени, да, там, еще пару лет, и они будут летать, к сожалению, совсем далеко и совсем печально, да, то есть. А глядишь, ядерные заряды потом будут стоять. Нет, ну, портативные ядерные заряды уже есть. Остался, понимаете, да. Купить. Для вот этого вот всего, да, мы же помним, как там на границе Северной Осетии и Грузии в 96-м году поймали какого-то гражданина, который с этим портативным устройством, значит, уже, уже утекал через наши границы. Ну, слава богу, перехватили. Охотился за Торием. Да. Ну, не за Торием, а Стронцем. Нет, нет, он уже нес, как бы, да, ядерные устройства портативные. Да, нет, ну, они живут, эти устройства, там, месяц, нужен Стронцем. Нет, ну, понятно, да, но, тем не менее, он куда-то его нес, да. Слава богу, опять тогда Россия и Грузия сработали вместе, да, и, как бы, это перехватили. Федор, у нас осталось две минуты, вот, то, о чем вы говорите, что элиты должны перестроиться, понять, еще что-то. Вы знаете, есть такой хороший, на мой взгляд, очень мудрый был, вернее, человек, Петерим Сорокин. Ну, конечно, да. У него есть прекрасная теория, называется, отрицательная селекция. Вязкий парень наш, наш вязкий парень. Вязкий парень, да. Об отрицательной селекции. И, грубо говоря, то, что мы сейчас наблюдаем в мире, вот, в мире, то, что вы говорите, что американцы не могут подстроиться. А это вопрос нашей с вами ответственности, потому что отрицательная селекция существует только тогда, пока мы не ходим на выборы, не боремся с главой управы, там, нашей, да, и так далее. А все равно, да, они пришли воровать, все равно бесполезно с ними, там, разговоры, разговаривать. А хорошо, а как там бороться? Это, кстати, между прочим, выход для агрессии. Создавать партию снайпера? Да сходите хотя бы на встречу с этим главой управы. На пить его морду. Да, они проводят эти встречи там раз в несколько месяцев. Но никто же не ходит. Понимаете, все же считают, что это так, а чего-нибудь вот. Понимаете, вот займитесь ответственностью за себя, за своих близких, за будущее. В конце концов, за будущее своей страны. Вы дойдете постепенно до этого, да? Без болотных площадей, там, я не знаю, без мордобоя, без истерик и так далее. Ну, как-то неинтересно. Это во мне говорит агрессор. А с истериками интересно, да? Ну, конечно, покричать, поорать, пострелять. Ну, да, да, да. И считать, что ты выполнил свой гражданский долг. Ничего подобного. Гражданский долг, это нудная очень штука. Ну, люди же должны осознавать, что они выполняют. А вот это, кстати, не воспитывается почему-то. Ну, что ж, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. У нас в гостях был Федор Вадимович Шелов-Коведяев, историк, политолог, бывший первый замминистра иностранных дел Российской Федерации. Программу вел Степан Демура. Ну, что ж, будем тогда, получается, ждать Третью мировую, которая очистит нас от всех грехов. Ну, еще бы, ядерный взрыв, он очень мощный. Удачи! Удачи!